В условиях, когда продолжает формироваться многополярная система мироустройства, международные отношения становятся все более и более сложными и непредсказуемыми. Об этом очень подробно говорил в своих последних выступлениях, включая вчерашнее интервью президент Российской Федерации Владимир Путин. И российским дипломатам необходимо постоянно учиться, постоянно самосовершенствоваться на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Заниматься приходится самыми разными вопросами, от мировой экономики, культурно-гуманитарных связей до цифровой дипломатии, искусственного интеллекта, контроля над вооружениями, климатом и многим другим, чего раньше в классической дипломатии никогда не присутствовало. Классическая дипломатия была посвящена вопросам войны и мира. Глобализация подтолкнула огромную взаимозависимость всего и вся на планете. И между дисциплинами, между различными сферами жизни человека и между регионами никаких границ уже не осталось. И когда страны выясняют отношения между собой, конечно же, они должны использовать инструментарий, который отражает профессиональные знания. Дипломатическая академия продолжает развивать добрую традицию по обучению иностранных студентов, повышению квалификации дипломатических кадров государств ближнего зарубежья и многих государств глобального юга, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Такая работа на деле способствует продвижению межгосударственных отношений, развенчанию антироссийских мифов и клише, которые тиражируют наши недоброжелатели все чаще и чаще. Сектором Совета Безопасности также принято решение о награждении дипломатии. Наша линия на международной арене носит неконъюнктурный, долгосрочный, стратегический характер. В очередной раз это было очень четко, недвусмысленно подтверждено президентом в интервью телеканалу России 13 марта. Эта линия продиктована коренными национальными интересами нашего государства, всех народов Российской Федерации, а не избирательными циклами, как во многих так называемых демократических странах Запада. Спасибо за внимание.